Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Алматы. Я, Рамина Макаримова, и мои коллеги готовы рассказать о самых важных событиях этого дня в ближайшие 50 минут. Но сначала коротко о том, что мы покажем сегодня в выпуске. Пенсии по-новому. Кому в Казахстане повысят выплаты с 1 июля, пояснит эксперт. Функты общественного доступа появятся в Алматы. Какие услуги можно в них получить? Материал Амины Адрахмановой. Нитраты и пестициды. Специалисты рассказали о небезопасных для здоровья овощах и фруктах. До конца года еще 30 книг зарубежных авторов станут доступны казахстанскому читателю в рамках проекта «100 новых учебников». Салтан Ачурай с подробностями. Крупнейшие бизнесмены Китая выразили заинтересованность в сотрудничестве с казахстанскими коллегами. С капитанами бизнеса в Пекине встретился президент Нурсултан Назарбаев и лично рассказал им об инвестиционной привлекательности страны. Второй день пребывания Нурсултана Назарбаева в Поднебесной оказался столь же насыщенным. Можно сказать, визит был расписан по минутам. Началось все с возложения цветов к памятнику народных героев. Это в Пекине глава государства почтил память тех, кто отдал свои жизни во время революционного движения Китая в период с первой опиумной войны 1840 года, то есть до основания Китайской народной республики в 1949. Китайский чиновник Китай сегодня стал одним из двух самых больших ведущих экономик мира. Быстро внедряется инвестиция наука, инновации, то есть Китай вступил в совершенно новый путь своего развития. Вы сами дешелось в Циндау. Постоянно возрастает авторитет вашей страны в мире и регионе. Ваше государство проложило себе дорогу к свету, как у вас говорят Нурлэжол. Как ваш друг и ваш сосед, Китай искренне рад успехам Казахстана. Ну а после состоялась самая обсуждаемая и ожидаемая встреча Нурсултана Назарбаева с акулами китайского бизнеса. В рамках встречи лидер страны наградил председателя Совета директоров китайской национальной нефтегазовой компании Ван Ильиня орденом ДОСТАК. Им награждаются те, кто плодотворно работал во имя дружбы и сотрудничества между народами. Китайская народная республика для Казахстана является одним из важнейших стратегических партнеров страны. Отношения между нашими странами основаны на дружбе, взаимном доверии. Китай занимает важнейшее место в нашей торговле и в инвестициях. Кстати, возможно, председатель КНР Си Цзиньпин посетит Казахстан с государственным визитом. Ведь буквально накануне Нурсултан Назарбаев пригласил своего коллегу в нашу страну. Кстати, китайская сторона заинтересована в поставках экологически чистой казахстанской сельхозпродукции на свой рынок. Анвар Шаликенов, Даурен Заарипов, Ерсултан Госбагаров. Телеканал Алматы при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Акимат Алматы и ЮНИСЕФ подписали меморандум о поддержке детей и молодежи города. В ходе встречи Аким Бауржан Байбек и представитель фонда Юрий Аксамитный определили направление сотрудничества. Стороны планируют оказывать услуги в рамках модели патронажного ухода за детьми до 5 лет. Будут приняты инклюзивные меры поддержки, будет укрепляться потенциал центров здоровья молодежи и ресурсных центров. Под особый контроль возьмут социальную защиту детей при возникновении сложных жизненных ситуаций. Мы очень серьезно занимаемся защитой прав детей. Сеть различных организаций у нас для обучения и воспитания детей. Службы по педагогической, психологической, медицинской поддержке детей. И создаем благоприятные жизненные условия для детей и сирот, и детей, оставшиеся без попечения родителей. У нас более 1400 детей таких есть. Мы очень плотно работаем с неправительственными организациями, с различными фондами. Действительно, вот ваша программа «Алмата-2020» и другие ваши направления работы, ориентированные на результат, они в полной мере соответствуют нашей философии, нашему менталитету. Поэтому, конечно, мы рассчитываем на то, что мы многому тоже сможем научиться у вас. В Алматы сегодня проживают больше 400 тысяч детей и свыше 700 тысяч молодых людей. С прошлого года в мегаполисе реализуется дорожная карта поддержки молодежи до 2020 года. Есть конкретные меры по трудоустройству, покупке жилья и строительству общежитий. Помощь ощущают дети из малообеспеченных семей. Для ребят в этом году из бюджета направят 771 миллион тенге. Особое внимание уделяется детям с особыми потребностями. В 115 школах созданы условия для инклюзивного обучения. Построено 10 детских специально оборудованных площадок. За последние три года открыто свыше 350 детсадов на 12 тысяч малышей. Центр психолого-педагогической коррекции открылся в Алматы. Специалисты здесь готовы помочь семьям, где воспитывается особый ребенок. К услугам около 10 кабинетов как для индивидуальных, так и групповых занятий. Комната Монте-Сори, залы лечебной физкультуры и музыкально-ритмических занятий. В церемонии открытия сегодня приняла участие госсекретарь Гульшара Абдекаликова. Такой центр может обслуживать более 200 детей. И здесь семью и ребенка с особыми потребностями встречает целая команда специалистов. Здесь и психолог, и дефектолог, и специалист, работающий с нарушением слуха и зрения. Здесь также все предназначено для того, чтобы и творческое начало у ребенка развивать. Здесь же на базе женского педагогического университета открылся центр по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику. Научные работники вуза будут проводить курсы по орфографии РФЭПИ и разрабатывать учебные пособия. Главная цель нашего центра – обучить новой латинской графике. И в первую очередь, как учебное заведение, готовящее педагогов, мы учим сначала своих студентов. Так, со следующего учебного года в нашем университете вводится новый предмет по обучению латинице. Кроме того, мы проводим семинары-тренинги. Электронные варианты 18 новых учебников, переведенных на казахский язык, теперь доступны на сайте OpenUKZ. А к началу учебного года на этом же портале к ним будут опубликованы видеолекции, причем на двух языках – казахском и русском. Сейчас работники Национального бюро перешли ко второму этапу – переводу еще 30 книг зарубежных авторов в рамках программы «Рухани Жанру». В печать они выйдут к концу года. В Алматинской редакции Национального бюро переводов снова жарко. Начался второй этап работы по проекту «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке». На этот раз на госязык переведут 30 книг известных зарубежных авторов. По этим учебникам будут обучаться казахстанские студенты. Если в прошлом году у нас было больше психологии, социологии, философии, то в этом году у нас уже есть педагогика, у нас есть литература ведения, у нас есть история, у нас есть очень много, стало больше экономических предметов, дисциплин. И сейчас их уже 30, это уже двойной объем работы, не то, что в прошлом году, и он должен завершиться к концу года. 18 новых учебников, которые были переведены с английского, французского и русского языков, в мае поступили в библиотеки отечественных вузов. Сейчас они доступны студентам 110 высших учебных заведений, а с начала этой недели и всем другим желающим в электронном формате. С трудами можно ознакомиться на площадке образовательного онлайн-проекта «Открытый университет Казахстана». Правда, только прочитать, не скопировать. Ну а к началу учебного года на том же сайте выложат видеолекции по этим книгам, уже на двух языках. К первому сентября на сайте OpenUKZ будут опубликованы видеолекции по 18 переведенным книгам. Они будут на двух языках. По каждому учебнику будет как минимум 25 лекций, как минимум по 20 минут каждая. Лекции будут читать ведущие преподаватели, профессора тех же самых вузов, которые занимались переводом этих учебников. Или других вузов, где преподается этот предмет. То есть специалисты в предметной области. Процесс подготовки видеолекций, как и сам перевод, трудоемкий и требует времени. Над переводами, кстати, трудятся не только штатные работники Национального бюро, но и привлеченные извне профессионалы. К примеру, в переводе и выпуске 18 книг принимали участие около 200 человек. Если объем очень большой, то от двух до четырех-пяти редакторов, переводчиков занимаются книгой. У каждого переводчика свой редактор, научный редактор. И дополнительно еще мы даем на читку другим профессионалам, которые могут высказать свое мнение. Кстати, предложить для перевода тот или иной учебник может каждый казахстанец. Свою инициативу можно направить в Национальное бюро переводов. Книга войдет в составляемый список, который будет утверждать экспертная комиссия. Салтана Шурай, Валерий Таубалдиев, телеканал Алматы. Вы смотрите новости на телеканале Алматы. Мы продолжаем выпуск. Трагические случаи в Талдыкургане. Десятиклассница погибла, упав с высотного здания. Инцидент произошел накануне на территории недостроенной гостиницы. Сообщается, что школьница пробралась туда с подругами, чтобы сделать селфи и снять видео. Но по непонятным причинам сорвалась и упала в шахту лифта. Со слов очевидцев, 15-летняя Алима скончалась до приезда скорой помощи. В школе, где она училась, от комментариев воздержались. Причины и обстоятельства устанавливают сотрудники полиции. По факту гибели 15-летней девочки начата соответствующая проверка, которая сейчас поручена провести ее сотрудникам УВД города Талдыкурган. Кроме того, сам факт, я имею в виду ход расследования, взят на контроль областной ювенальной полиции. Ситуация с Менингитом не скажется на сдаче единого национального тестирования. Экзамены пройдут в срок и запланированном формате. Во всех пунктах сдачи, как обычно, будут дежурить врачи. Готовые в случае необходимости оказать экстренную помощь. С 20 по 30 июня у нас проводится единое национальное тестирование. Это мероприятие будет организовано в 147 точках, где выделяются специальные аудитории высших учебных заведений, колледжей. А в отдаленных населенных пунктах это единое национальное тестирование будет проводиться и в школьных аудиториях. Для этого мы уже обговариваем с Министерством образования науки все вопросы профилактики. А те, кто распространял слухи и домыслы по поводу эпидситуации, уже пойманы. Полиции, по словам Бекшина, удалось выявить 3-4 человека. Чтобы избежать дезинформации, главный санитарный врач рекомендует обращаться в специальные колл-центры. Только накануне туда поступило около 3000 звонков. На все были даны ответы или же консультации, куда пойти, как лечиться, что делать в такой ситуации. И эта работа, конечно, дает результаты. Я думаю, что та положительная работа позволит нам продолжить положительную динамику по снижению заболеваемости. Врачи, кстати, предупреждают и о другой сезонной напасти. Санэпидемиологи не рекомендуют алматинцам покупать овощи и фрукты на улице. Зачастую, говорят, в подобных лавках под открытым небом торгуют недозревшей продукцией. К тому же с нитратами. Рашид Ильясов провел собственное исследование и дегустацию. Он присоединяется к нам в студии. Рашид, добрый вечер. И какие же фрукты и овощи сейчас небезопасно покупать? Приветствую, Рамина. Об этом я обязательно расскажу. Но для начала давай посмотрим небольшой отрывок из моего обзора. Это очень красноречивый момент. Давайте взглянем. Опасная концентрация нитратов. 108 миллиграмм опасной концентрации. Значительное провещение нормы. На 87 миллиграмм. Это как, плохо? Плохо. Ужасно. И это у нас в Алматы, Рашид? Абсолютно. Это в одном из районов нашего города, Бустандыском районе, продается прямо на улицах. В небольшой рейд мы выехали с ученым Академии сельскохозяйственных наук Масимжаном Вилямовым. С помощью экотестера, специального прибора, решили проверить фрукты и овощи на содержание нитратов. Ей на радиоактивность. Первые испытали клубнику. Сейчас здесь 80 миллиграмм нитрата в норме. Содержание нитратов тоже в норме. Клубника прошла проверку. Ягода, по словам продавцов, на рынке осталась только местная. Ее завозят из Каскелена, Чилика и Исыка. Уже невыгодно везти ее из Узбекистана. А вот с персиками, абрикосами и черешней другая ситуация. Чтобы сохранить товарный вид, уберечь продукты при перевозке, фермеры соседних государств добавляют больше различных химических веществ, считает Масимжан Турсынович. А еще предпринимателями руководит обычное желание заработать больше и раньше. Желанием быстро охватить рынок. Вот эти нормы нарушаются. То есть поставляются недозревшие продукты. В частности, из Узбекистана, и бананы с дальних зарубежей. Мы это наблюдаем. Кстати, в бананах мы также обнаружили превышение нормы нитратов. Может быть, они были просто незрелыми. Однако наши слова подтверждает и Департаменте охраны общественного здоровья. За май месяц было отобрано 400 проб ранних овощей и фруктов. При этом было выявлено превышение содержания нитратов. Это мандарины, вишни, клубника и персики. Все мероприятия проведены. Ограничительные меры, то есть выданы предписания. Всего в мае привлекли к ответственности две организации, торговавших вредной для здоровья продукции. Обычно нарушителям грозит штраф от 50 тысяч тенге. Но за всеми уследить невозможно. Ведомстве просят не покупать овощи и фрукты на улице. При выявлении продуктов некачественного или сомнительного характера вы можете обратиться в администрацию торгового центра или либо на рынках. То есть на рынках, на всех рынках имеется ветеринарно-санитарная экспертиза, лаборатория. Махабад Бердебекова работает на рынке Тастак. Она рассказывает, что у нее имеются все необходимые справки. Свои продукты она ежедневно отдает на проверку в собственную лабораторию рынка Тастак. Поэтому не боится торговать и хвалить свой товар. Товар мы храним в специальном холодильнике. Каждое утро в 4 утра закупаем свежие овощи и фрукты. И берем ровно столько, сколько сможем продать, чтобы не испортилось. Клубника наша, черешня, абрикосы, персики, сливы – все это из Ташкента. И все вкусное. Местная черешня поступит только через недели-две. А абрикосы наши созреют в июле. Кроме ежедневной проверки в лаборатории, к рынку нередко приезжают лаборанты Национального центра экспертизы. Они бесплатно проводят для людей проверку. К слову, помидоры и огурцы, которые проверил Максим Жан Турсынович, тоже в норме, несмотря на то, что они тепличные. Получается, что из казахстанского сейчас на рынке только клубника, помидоры, огурцы и продукты из погреба. Надо акцент делать на ту продукцию, которая старая залежала в погребе. Вот эти продукты в процессе хранения нитраты переходят в нитриты. Нитриты – это яд. Последнее время в интернете гуляют пугающие сообщения. К примеру, что через фрукты можно заразиться менинга коковой инфекцией. Но и это домысел эксперты опровергают. Вирус клубники не живет. Она клубники не живет. Она может только человеку передаваться через... Только если это больной человек, с больного человека может передаться. При чихании, при кашле, при разговоре. Таким образом, вредными остаются только незрелые фрукты из Узбекистана, которые продают на улице. Содержание нитратов в них превышает норму. Кстати, человек не сразу почувствует отраву в своем организме. Нитрат, говорят эксперты, яд замедленного действия. В организме есть гемоглобин. И вот при превышении нормы поступления в организм нитратов, она способствует превращению гемоглобина в метгемоглобин. И, следовательно, его способность переноса в организм необходимых кислородов наблюдается как бы клеточным уровнем кислородных голоданий. И чем больше мы едим вредную еду, тем больше наш организм к ней привыкает. Но с каждым разом мы все больше губим свое здоровье. Рашид, мне вот интересно стало, а могут ли алматинцы, обычные рядовые граждане, купить вот такой вот экотестер? Конечно, могут. Обычный экотестер стоит около 6 тысяч тенгет, до 16 тысяч цена достигает. И он очень легко применяется. Благодарю за информацию. А телезрителям я напомню, с обзором о безопасности овощей и фруктов был мой коллега Рашид Ильясов. А сейчас с другим событием. Тысячи алматинских домохозяек получили новую профессию. Многие самозанятые таксисты и няни зарегистрировались как бизнесмены. Таким образом, статус определили 53 тысячи человек. О готовности алматинцев к внедрению обязательного медстрахования расскажем далее. Маргарита и Асель еще полгода назад называли себя просто домохозяйки. Каждая мама четырех детей. По образованию девушки экономисты, но семейная жизнь не дала построить карьеру. Жизнь женщин поменялась, когда к ним постучали сотрудники центра занятости. Я слышала еще с прошлого года, что от центра занятости можно пойти абсолютно бесплатно обучиться на этих курсах. Плюс еще получить стипендию. И как-то не решалась, а после Нового года решила начать новую жизнь. Профессию я свою уже стопроцентно нашла. Я уже знаю, чем я буду заниматься. Я знаю, что это я смогу сделать, что наконец-то я и на пенсию смогу выйти, что и пенсионное отчисление, и медицинская страховка у меня будет, и занятость у меня будет. И не буду я сидеть дома. Во время подворового обхода женщин поставили на учет, как безработных предложили пройти краткосрочные курсы. Теперь они учатся на парикмахера и визажиста, получая стипендию в размере 16 тысяч тенге. Сотрудники центра занятости говорят, в таких случаях решается сразу несколько проблем. И трудоустройство, и социальное отчисление. В прошлом году перепрофилирование прошли 3000 человек, половина из которых уже работают. В 2018-м за парт сели 200 горожан. Чтобы они в будущем могли получить бесплатные, за счет медицинского страхования, получили бесплатные медицинские услуги. Также по дробному обходу адресно каждому жителю приходят сотрудники, наши также сотрудники налогового комитета. Мы проводим разъяснительную работу. Также те, которые заявляют себя безработными, не зарегистрированы безработными гражданами, мы их приглашаем, чтобы оказать содействие в трудоустройстве. Подворовой обход проводили с начала прошлого года. Соцработники актуализировали или вывели из тени 53 тысячи горожан. Буквально поголовно определили, кто работает на себя. К примеру, таксисты, нянечки, кондитеры на дому и другие руководительницы. Есть и просто домохозяйки. У всех не было соц. отчислений. А это значит, рассчитывать на медпомощь они не могли. Актуализированные статусы по городу Алматы – это по 53 тысячи физическим лицам. Это, конечно, цифра сравнительная, небольшая, это 20 с чем-то процентов. Из этих 53 тысячи, по которым мы работаем, это значит по наемным работникам, 20 тысяч легализованных физических лиц и 1207 физических лиц зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Теперь те, кто получал зарплату в конвертах, заключают трудовые договоры. А те, кто работал на себя, стали индивидуальными предпринимателями. Процедуру оформления ИП с этого года упростили. На сегодняшний день не определен статус у 190 тысяч горожан. 20 тысяч человек прописаны, но фактически не проживают здесь. Работа по определению их соц. отчислений будет продолжена. Жанна Хаблуха-Барышев, Чукрулеев, телеканал Алматы. Пенсии по-новому. Выход на заслуженный отдых в Казахстане упростится. С 1 июля те, кому уже пора оформлять пенсию, будут обращаться не в три инстанции, как раньше, а только в госкорпорацию, правительство для граждан. С одним заявлением. А сами выплаты повысятся. Насколько и какие еще новшества грядут, узнаем прямо сейчас у Айданжана Норматова, руководителя Департамента труда, соцзащиты и миграции. Добрый вечер. Расскажите подробнее о механизме перерасчета и всех ли коснутся эти новшества. Добрый вечер, Амина. С 1 июля текущего года меняется механизм назначения базовой пенсии. Если на сегодняшний день все пенсионеры получают одинаковую базовую пенсию, в размере 15 274 тенге, то начиная с 1 июля текущего года, оно будет зависеть от трудового стажа, который выработан на 1 января 1998 года и периода участия в накопительной пенсионной системе после 1998 года. То есть человек, чем больше работает, тем больше будет у него как накопительная пенсия, так и базовая пенсия, которая выплачивается за счет средств республиканского бюджета. К примеру, если гражданин имеет совокупный трудовой стаж 33 и более лет, то размер его базовой пенсии будет составлять 28 284 тенге или 100% прожиточа минимума. Если гражданин имеет совокупный стаж 10 лет или вообще его не имеет, то все равно государство ему обеспечивает размер базовой пенсии в размере 15 274 тенге или 54% прожиточа минимума. И за каждый год сверх 10 лет добавляется, размер базовой пенсии увеличивается на 2%. На сегодняшний день хочу сказать, что в городе получатели базовой пенсии более 208 тысяч человек. Из них 60% пенсионеров имеют трудовой стаж более 33 лет. То есть с 1 июля их базовая пенсия будет равна размеру прожиточного минимума. Давайте все-таки поясним телезрителям конкретнее, какой будет минимальная базовая пенсия с 1 июля. Ну, как я уже сказал, минимальный размер базовой пенсии будет составлять 54% прожиточного минимума, то есть 15 274 тенге. Ну, все эти новшества наверняка не обойдутся без бумажной волокиты. Что и где оформлять пенсионерам, скажите? На сегодняшний день произведен перерасчет базовой пенсии. Он осуществлялся без дополнительных документов. На основании документов, которые имеются в пенсионных делах, а также в централизованной базе данных получателей пенсии. На перерасчет не требует выделения дополнительных средств, но выполняется автоматически в программе и макет. Еще дополнительно хотел бы сказать, на сегодняшний день имеет место, когда работники работают без трудовых договоров. Или составляются трудовые договоры, но там указывается минимальный размер заработной платы 30 тысяч тенге, когда, условно скажем, человек получает заработную плату в 100 тысяч тенге в конверте. На сегодняшний день оно выгодно работодателю и также устраивает самого работника. Но в конце, в конечном итоге, от этого пострадает сам работник по достижению пенсионного возраста, так как ежемесячно отчисляется 10% пенсионных взносов на его накопительный пенсионный счет, то есть 3 тысяч тенге, когда оно могло быть составлять 10 тысяч тенге. И от этого размера ежемесячных отчислений в накопительный пенсионный фонд в конечном итоге будет зависеть размер его пенсии. Поэтому это вопрос очень серьезный. Только мы сами можем позаботиться о своем будущем пенсионном обеспечении. Да, это точно. Благодарю вас за беседу. Руководитель Департамента труда, соцзащиты и миграции по Алматы рассказал о том, как будут начисляться пенсионные выплаты. Адресную справку, подтверждение несудимости и еще несколько видов документов алматинцы смогут получать прямо в торговых центрах. Пока планируется открыть 5 так называемых пунктов общественного доступа. К слову, список госуслуг, которые можно получить в ЦОНах, с недавних пор пополнился. Чтобы получить адресную или другую справку в пунктах общественного доступа, достаточно иметь электронно-цифровую подпись. Предполагается, что так называемые поды разместятся в торгово-развлекательных центрах, вокзалах и, возможно, в аэропорту. Для того, чтобы клиенту не понадобилась помощь консультанта, в центрах обслуживания населения предлагают пройти бесплатное обучение, как самостоятельно получить любой необходимый документ. Мы сейчас вынедряем планшеты. Люди специально открыли УГОВ-классы. Там обучают людей электронную правительство. Как человек может получить электронные услуги в доме или через мобильный телефон. Все эти моменты мы отрабатываем, сейчас обучаем людей. Вынедряется услуга по принципу «Единый центр обслуживания» – это ЭЦОН. Например, можно оформить услуги по направлению ЗАГСа в течение трёх часов. Также в сфере дошкольного образования. Получение свидетельства о рождении моментально в роддоме. УГОВ-классы уже заработали в Бастандыкском и Алмалинском ЦОНах. Здесь же открыт специальный кабинет, в котором любой желающий может отправить видеообращение руководителям государственных органов и получить на него ответ. Ему выдается талон с уникальным номером. И также дополнительно, как его запросы обработаются, к нему придёт СНГ с уведомлением, либо на электронную почту идёт уведомление, и он может подойти в ЦОН, набрать свой уникальный номер и получить свой ответ уже. К слову, доступен ещё один новый сервис – это получение справок третьими лицами. То есть любой пользователь, зарегистрировавший свой номер телефона в базе данных мобильных граждан, может запросить четыре вида справок за супруга, маму, брата или сестру в их отсутствии. Согласие на получение документа подтверждается через СМС. Кстати, упрощены ещё две услуги – замена водительского удостоверения и регистрация транспортных средств. Теперь, чтобы продлить права, не нужно проходить медицинский осмотр. А для получения техпаспорта на авто – пригонять машину на сверку агрегатов. Для этого вам необходимо будет просто взять талончик у нашего специалиста на рецепшене, который проверит вам налоги, штрафы на наличие. Также вы оплотите при необходимости. И уже без сверки, без посещения ангара можно будет пройти сразу в операционный зал к нашим специалистам и оформить своё автотранспортное средство. Если раньше технические паспортные номера вы получали в течение двух часов, то сейчас до этого необходимо 90 минут. Кстати, в спецзоне увеличится зона самообслуживания. Заменить водительское удостоверение в онлайн-режиме. Поставить на учёт автомобиль сможет любой желающий и без помощи консультанта. Здесь же можно получить электронно-цифровую подпись и ещё свыше 700 услуг и сервисов. Так, с начала года в зоне Connection Point сами себя обслужили 590 тысяч человек. На сегодняшний день в городе Алматы 47 госорганов оказывают 354 государственные услуги. И уже такой процент электронных услуг, вот сколько у нас оказывают, практически у нас превысил 70% на сегодняшний день. Вот, допустим, управление сельского хозяйства, у него на сегодняшний день 32 государственные услуги. Из них вот две государственные услуги по выдаче номерных знаков, по регистрации, допустим, сельскохозяйственной техники. Они оказывают через электронный формат и через услугодателя. На сегодня 83% всех государственных услуг можно получить в цонах. Остальная часть перейдёт сюда в ближайшее время. Кстати, услугу регистрации очереди в детские сады и школы пользователи уже успели оценить. Мы получили электронно-цифровую подпись в нашем цоне Алмалинского района. И всё, и нам сказали, что с 15 мая нужно зарегистрироваться, ждать места. И 24 мая мы получили. В принципе, не нужно владеть, не знаю, какой-то, не знаю, сверхъестественной, компьютерной грамотностью, чтобы это всё сделать. Для обычного пользователя всё достаточно просто, свободно. И самое главное, что они на двух языках служат. То есть, если тебе нужно на государственном языке, пожалуйста, будут на государственном. Ну, если на, соответственно, русском, на русском. То есть, я очень доволен работой ценно и, в принципе, оперативно. Это самое главное. Я пришёл снять автомашину с учёта и поставить на учёт. Мне обошлось где-то около 50 минут. К слову, такие изменения из объединения цонов, межведомственного расчётно-выплатного центра и департамента земельного кадастра. Теперь для оформления каких-либо пособий тоже можно обратиться сразу в Центр обслуживания населения. Так, например, сейчас наплыв обращений. Это регистрация заявлений на получение нового пособия для инвалидов первой группы с детства. Размер будет составлять 1,05 кратов от размера минимальной заработной платы. То есть, составит 29 699 тенге. Обращаться можно будет уже со 2 июля через Центр обслуживания населения путём подачи заявления, через портал электронного правительства, а также через медико-социально-экспертные комиссии, где инвалид будет проходить переосвидетельствование. На сегодня в Алматы функционирует 13 центров обслуживания населения. Ежедневно в каждой из них за справками и другими услугами приходят примерно 4 тысячи человек. Амина Абдрахман, Варашид Шукуралиев, Влад Шишко, телеканал Алматы. Ни решения судов, ни медиаторы не могут примирить жителей шести высоток и руководителей двух КСК в Астане. Первые жалуются на завышенные тарифы по обслуживанию зданий. Не устраивает жителей и состояние домов. Но приступать к капитальному ремонту никто не торопится. Почему, расскажут мои столичные коллеги. Протекающая крыша, недостроенный паркинг, отваливающийся в прямом смысле облицовка дома. Это лишь малая часть проблем шести многоэтажных домов. Жители высоток судятся с предыдущими КСК. Они просто отказываются отдавать документы новой жилищной компании, которую выбрали сами жители. Новый подрядчик и рад бы прийти и начать работать, устранить все невдочеты. Однако по закону без документов он не имеет на это права. У нас эти же проблемы уборка подъездов, уборка двора, благоустройство территории, вот эти вот футбольные поля наши, детская площадка. Все в ужасном состоянии, все. Дворники не убирают, технички не моют. Мы этого добиться не можем. Работы, ремонт надо делать в подъездах, крыши надо делать. Я делаю обход ежедневный, несколько раз в день домов. Телевидение я увидел случайно абсолютно. Я не знал этого, мне никто не звонил. Максим Быков, руководитель уже второго КСК, которому переданы дома предыдущей жилищной компании, уверяет, что работает в рамках закона. Однако его слова расходятся с делом. Местные говорят, что текущие ремонтные и уборочные работы проводятся только в тех трех домах из шести, в которых жители не подавали на него в суд. Также он самовольно установил ежемесячную оплату, не обосновав тариф 50 тенге с квадратного метра, считают жители. От того, что кто-то хочет, кто-то не хочет, это одно. Есть закон, который регламентирует действия мои, действия людей. Им говорилось, если вы считаете нужным, оспаривайте в суде. Если хотите, собирайте подписи. По ремонту подъездов, я думаю, до конца лета, по ремонту крыш чуть раньше. Да, потому что надо стараться до осени. Паркинг обслуживает Астана ЛРТ. Заложником этой жилищной войны оказался и новый КСК. Несмотря на отсутствие оплаты, Влад Кабаев начал работы по благоустройству домов. Приезжают его ремонтные бригады и в аварийных ситуациях. Вместе с собственниками квартир очистили от мусора и покрасили детскую площадку. Установили шлагбаум. Но подключить они его не могут. Нет доступа к щитовой. На мировую нынешний домоправитель идти не хочет. Поделить управление шести домами на равных условиях также отказываются. Не помогли и медиаторы. Управляющая компания ИП «Шарконт», они, я не знаю, тупо не передают мне жилой комплекс. Ни документы, ни ключи от тех помещений. Из-за этого я не могу вступить в должность. Потому что все расчеты и счета оплата идёт к нему. Из-за этого мы до сих пор судимся. Буквально на днях Аким столиц сосед Исекешев дал поручение проверить все КСК и обслуживающие компании. Он подчеркнул, что очень много жалоб поступает от жителей Астаны на некачественную работу кооперативов. Нужно всем Акиматам занять жёсткую позицию по неэффективным КСК. Есть такие, которые ничего не делают, и ещё и жителям не подчиняются, не отчитываются. Нужно всем государственным органам объединиться и объявить тотальную войну неэффективным КСК. В случае выявления некачественной работы КСК вместе с жителями дома принимать меры по передаче полномочий тем, кто может хорошо обслуживать дома. Кира Канеболоцкая, Нурлан Утигенов, телеканал Алматы, Астана. Каждый четвёртый казахстанец, а в Алматы каждый третий вовлечён в судебные тяжбы. За последнюю пятилетку количество дел и поступивших заявлений в суд увеличилось в два раза и достигло почти трёх миллионов. О неутешительной статистике и мирных методах решения споров говорили сегодня на встрече судей с представителями партии Нур-Отан. Только в Алматы открыто более 17 кабинетов медиации, а с мая в Медеусском районном суде в пилотном режиме заработал кабинет примирения. Таким образом, больше 30 дел из 80 поступивших решились до суда. Заявителям возвратили свыше 80 тысяч тенге, уплаченных в качестве воспошлины. Буквально месяц работы по этому пилотному проекту в Медеусском районном суде дал нам 33 таких соглашения. Они разного характера. И вот брачные и семейные отношения, бракоразводные споры, их большее количество, взыскание заработной платы, подоговорные обязательства, алиментные возмещения. Вот такие споры уже разрешены были на стадии принятия исков. Это новости на телеканале Алматы. Мы продолжаем выпуск. Алматинским автолюбителям предлагают пройти настоящую полосу препятствий. А любителям пешего экстрима советуют принять участие в самом красочном забеге сезона – ярко-кроссе. Предстоящие выходные в мегаполисе, как обычно, насыщенные. Мои коллеги отобрали для вас самые интересные события уикенда. Первая неделя лета начнется с самого веселого и безудержного мероприятия – ярко-кросс. Ежегодный марафон, где главное условие не просто пронестись, а пробежать пять цветных станций и собрать на себе как можно больше красок. Белую футболку, кстати, выдадут организаторы после регистрации и оплаты на сайте. В комплект участника также входит рюкзак. В этом году марафон пройдет на территории Алматы-Арена между улицами Мамушовы и Рыскулова. Каждый участник для того, чтобы побежать ярко-кросс, взносит свой благотворительный взнос. Взамен он получает набор участника, возможность участвовать, а также вносит свой вклад в нашу благотворительную миссию. В этом году мы устанавливаем спортивную площадку в фонде «Аутизм победим» для детей с аутизмом «Добровольное общество милосердия». Для любителей скорости еще одна точка – гонка джимхана, в которой может принять участие любой автолюбитель. Главное условие – наличие шлема. Задача – показать искусство вождения, объехать конусы, баллоны и бочки. Кубок состоит из трех этапов. Победители ждут ценные призы. Зарегистрироваться можно на страничке в социальных сетях, а увидеть крутые дрифты можно 9 июня с 13 до 19 часов на СТК «Сокол», что находится на 76-м километре по Крагандинской трассе. Джимхана – это гонка с элементами дрифта. Задача пилотов является прохождение трассы с препятствиями на максимальной скорости за максимально короткое время. Пилоты должны будут показать разные техники вождения. То есть, либо это езда змейкой, либо это разворот 360 градусов вокруг, допустим, бочки. Ну и при этом им нужно уложиться как можно минимальное время. Ну а теперь от экстрима к семейному празднику. Как и рекомендуют сейчас врачи, время проводить нужно на свежем воздухе. А потому в самый раз шестой ежегодный фестиваль Юнити. В этом году мероприятие отмечает Международный день друзей. Два дня – в субботу и воскресенье с 10 до 18 часов в Центральном парке культуры и отдыха. Вход свободный, с собой можно захватить пледы для отдыха на лужайках и хорошее настроение. Очень много еще дополнительной информации, которую получают родители о том, как и где может их ребенок развиваться дальше. Дети, проявляя какой-то интерес к творчеству, к мастерству, к знаниям, они показывают родителям, я хочу именно этим заниматься. И поэтому у нас много всегда центров развития детей. У нас творческих коллективов очень много участвует. В каждый год мы собираем около 600 участников, 60 партнеров. Фестиваль Юнити – это площадка для детей любого возраста. Самые маленькие – малышковые зоны, подросткам – квесты. Девочкам мастер-классы рукоделия, рисования, вышивания, танцы. Для мальчиков спортивные поля, богатая игротека. Два дня в парке будет представлен большой фудкорт с полезным питанием. Другими словами, на территории одной площадки можно будет ребенку попробовать себя в разных ролях и выбрать лучшие. Часть вырученных средств будет перечислена в благотворительный фонд. Ну и последнее мероприятие, которое мы рекомендуем не пропустить – это крамп-сайт. Наше мероприятие называется крамп-сайт. Это танцевальный фестиваль, который о современных танцах. В первую очередь о том направлении, в котором мы танцуем. Оно называется крамп. Мероприятие у нас проходит в четыре дня. Мы его делаем в первый раз. Но до этого все наши мероприятия по частям мы объединили именно в одно. Молодые люди переносят уличные танцы на сцену, делая их художественным выражением эмоций. Тут счастье, горе и равнодушие общества. Все в постановках. Движением тела можно будет насладиться на площадке «Трансформ» здания Алматы Таурс. В субботу самое зрелищное соревнование между командами. Жанна Хабдулхабар, Канад Киксбави, Арсен Цандебаев, телеканал Алматы. А насколько погода благоволит прогулкам и развлечению, предлагаю узнать прямо сейчас. Казгидромет выходит на связь. С прогнозом выступит синоптик Даулет Кисебаев. Добрый вечер, Даулет. Будет ли солнечно в ближайшие выходные? Мы вас слушаем, Даулет. Добрый вечер. В ближайшие выходные у нас в городе ожидается неустойчивая погода. Во вторую половину дня из-за образования облачности будут наблюдаться небольшие кратковременные дожди с грозами. При грозах ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температурный фон ночью составит примерно 17-22 градусов тепла. Днем от 28 до 33 градусов тепла. Действительно, алматинцы получили предупреждение о грядущих осадках. А стоит ли отложить походы в горные районы? Даулет. Следует нам предупредить, что в горных районах также во второй половине дня ожидается усиление облачных массивов. Вследствие этого в горных районах и в предгорных районах ожидаются умеренные дожди с грозами. Также усиление ветра. Поэтому стоит потеплее одеваться, брать с собой зонтики. Ну и может быть даже в вечерние часы уже погибать в горные районы. Да, главное не забывать об элементарных правилах безопасности, конечно. А что касается всего июня? Ну, никак не настанет у нас настоящее лето. Уже можно сказать, что лето наступило. В целом, среднемесячная температура июня в городе Алматы ожидается плюс 22 градуса тепла. Это в пределах нормы. Норма осадков в июне месяце составляет 56 миллиметров. Но по прогнозу мы ожидаем в пределах нормы и местами больше нормы. Температурный фон ночью в первой половине месяца будет 15-20 градусов тепла. Во второй половине месяца ожидается повышение до 20-25 градусов тепла. Дневной температурный фон будет повышаться от 25-30 градусов тепла до 31-36 градусов тепла. Хорошая прям новость. Благодарю. Это был синоптик Каз-Гидромета с прогнозом погоды. Такова информационная картина этого дня. Все наши новости вы найдете на сайте алматы.тв. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных. Субтитры подогнал «Симон»!